В 2006 году Сергей Скрипаль получил в России 13 лет колонии строгого режима. Дело против него началось за полтора года до этого, в конце 2004-го. ФСБ арестовало Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. По версии следствия, Скрипаль был завербован МИ-6 еще в 95-м и передавал информацию о работающих под прикрытием российских разведчиках. По данным ФСБ, деньги за информацию англичане перечисляли на счет Скрипаля в Испанском банке. Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственных изменок, в формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа. Кстати, в ходе следствия Скрипаль признал свою вину. Суд назвал это смягчающим обстоятельством. Из ГРУ Скрипаль уволился в 1999-м и до 2003-го года успел поработать в российском МИДе. В Лондоне бывший сотрудник ГРУ жил с лета 2010-го. Там он оказался после одного из самых громких шпионских скандалов между Россией и США. В Соединенных Штатах арестовали 10 российских разведчиков, работавших под прикрытием. Десятерых агентов России обменяли на четверых агентов Великобритании и США, отбывавших в России сроки за госизмену. Одним из них и был Скрипаль. Обмен происходил в аэропорту Вены. Раскрытые российские разведчики позже даже встречались с тогда премьером Владимиром Путиным. В раскрытии агентов Путин обвинил сотрудника службы внешней разведки России. Вы только вдумайтесь в это. Человек всю свою жизнь отдал на служение Родине. И нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает. Как он будет жить с этим всю свою жизнь? Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья? В Великобритании Сергею Скрипалю дали политическое убежище. Вместе с ним, без сознания, на скамейке в торговом центре Мелтингс в Солсбери нашли и его дочь Юлию. Кстати, сын Скрипаля, по словам его родственников, в прошлом году в Санкт-Петербурге умер от печеночной недостаточности. Депутат Госдумы Андрей Луговой, которого считают исполнителем отравления полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, уже назвал информацию об отравлении Скрипаля провокацией и пропагандистской уткой. В этом, как правило, заинтересованы люди, которые готовят провокации для того, чтобы присоединить какие-то иные цели. Или политические, или экономические, или морально-психологические, к примеру. Не взять кого-нибудь отравить, а потом на кого-то свалить. Такая практика века и тысячелетия существует. В Кремле заявили, что не располагают информации о причинах инцидента со Скрипалем. Посольство России в Лондоне обратилось в МИД Великобритании за разъяснениями и призвало вмешаться в ситуацию правоохранительные органы, чтобы, цитата, положить конец демонизации России. Алексей Александров, Никита Борисов. Настоящее время. Москва.